МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фонтаны из коллекторов ливневой канализации. Как новосибирские водители и пешеходы пережили очередной ливень? После детского дома дом для собственных детей. Как работает программа приобретения жилья для сирот? Марш-бросок с огненными препятствиями. Кто победил в соревнованиях пожарных расчетов? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в мегаполисе и области ожидаются сильные дожди с градом. Скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду. Места межквалистые усиления до 28. Между тем, накануне Новосибирск опять затопило. И не только из-за дождя. На улице Ватутина, по словам очевидцев, вода хлынула из-под земли. Ливневая канализация в очередной раз не справилась с нагрузкой. Фонтаны забили из коллекторов. В итоге машины с трудом передвигались по проезжей части. Не выдержала ливневка и еще на нескольких улицах. Залило Учительскую и Богдана Хмельницкого несколько магистралей в Октябрьском районе. По прогнозам синоптиков, погода еще несколько дней будет испытывать на прочность инженерные системы мегаполиса. К другим темам. Из бюджета Пенсионного фонда страны Новосибирской области выделят свыше 7 миллионов рублей на развитие социальной сферы. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы в детском доме и интернате. Общая сумма финансирования составит около 13 миллионов рублей. Из них 6 миллионов деньги из областной казны. Остальное – трансферты из пенсионного фонда. На эти средства власти планируют сделать ремонт в Аяшинском детском доме для инвалидов, а также в психоневрологическом интернате в Болотном. В жилых корпусах полностью заменят мебель и проведут косметический ремонт. Кроме того, часть денег, около 1,8 млн, потратят на обучение безработных пенсионеров основам работы на компьютере. Чиновники уверены, что таким образом пожилым людям будет проще получить государственные услуги через электронный портал. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров даст возможность улучшить качество получаемых социальных и иных услуг путем использования информационных технологий. Планируется обучить не менее 450 неработающих пенсионеров пожилого возраста. Все мероприятия, предусмотренные программой, будут завершены в 2016 году. 13 детей-сирот Куйбышевского района в этом году переедут в собственные квартиры. Накануне ключи от нового жилья получили две семьи. С новоселами встретилась Оксана Тимошенко. Очень рады, будем сидеться и жить. Валентина Кульбинок с удовольствием осматривает новое жилье. Квартира хоть и приобретена на вторичном рынке, однако соответствует всем требованиям. Есть электроплита, установлены приборы учета. Осталось купить мебель. Планируем через пять лет расшириться. Естественно, есть материнский капитал, который до сих пор не использован. Будем добавлять материнский и расшириться. В течение пяти лет дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают по договору социального найма. А затем жилье можно оформлять уже в собственность. В течение пяти лет мы, как органы опеки и попечительства, обязаны контролировать проживание данных детей. Как они проживают, как они социализируются в обществе, как они смотрят за жилым помещением. В этом году из федерального областного бюджета на обеспечение жильем детей и сирот Куйбышевского района выделили больше 15 миллионов рублей. На сегодняшний день администрации уже приобретено 7 жилых помещений, ну и, соответственно, предоставлено и обеспечено жилыми помещениями 7 человек. А запланировано на 2016 год обеспечить 13 человек. В своей очереди на получение жилья ожидают еще почти 190 человек. Оксана Тимошенко, Междучернова, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Почти век на страже правопорядка. Главное управление МВД России по Новосибирской области отпраздновало 95 лет со дня образования. Юбилейную дату решили отметить вместе с жителями города. О том, как это было, Ксения Бородкина. Пистолеты, автоматы, карабины, гранаты. Таким оружием пользовались сотрудники полиции за все годы существования службы. На выставке каждый экспонат можно взять в руки. Игорь от такого многообразия в восторге. Юношу с детских лет привлекает военная служба. А сейчас он еще и пошел учиться в кадетский класс. Помравилось. Все интересно было. Саперный отдел понравился. Собаки добрые были. Там, оказывается, их берут с одного года службы, а до этого идет подготовка. Ну, там были для разминирования были... Сейчас вспомню. Вылить еще это, которые наркотики искали. Оружие понравилось. Кстати, все экспонаты из музея МВД. Выставить их на всеобщее обозрение решили неспроста. А в честь 95-й годовщины со дня образования Главного управления МВД России по Новосибирской области. Программа праздника насыщенная. Показательные выступления бойцов спецподразделений, кинологов, конкурсы для детей. А также выставка милицейских ретроавтомобилей. ГАЗ-51, ГАЗ-69, Москвич и мотоциклы Урал. На такой технике новосибирские полицейские были на страже спокойствия горожан в советские годы. Ну и, конечно, не обошлось без демонстрации формы сотрудника полиции образца 1960-х годов. Сегодня горожане могли изнутри познакомиться с подразделениями, с работой разных подразделений, служб. Потому что здесь вот на интерактивных площадках представлены службы управления ГИБДД, спецподразделения, это ОМОН, СОБР, кинологическая служба, полк патрульно-постовой службы, полиция, это у нас кавалеристы. Не менее интересное действие развернулось в музее города. Там открыли интерактивный пункт милиции, где проходила показательная операция. По легенде, неизвестный с пистолетом напал на работницу общепита и похитил дневную выручку кафе. Следом его жертвой стала еще одна девушка, проходившая мимо заведения. И дальше зрителям демонстрируют, как в советское время шло расследование. Так, в начале 70-х годов фоторобот преступника составляли вручную на специальном фильмоскопе. Это делалось вручную посредством наложения пленочек, на которых изображены отдельные рисованные элементы внешности. То есть, эта работа была очень кропотливая, занимала длительное время, порядка 4-5 часов, для того, чтобы составить фоторобот. Ну и качество, естественно, его было гораздо меньше, чем на современных программах. Ну и, конечно, самое интересное, каждый может пройти исследование на полиграфе. Из желающих выстроилась очередь. Я тоже решила попробовать обмануть полиграф. Ваша фамилия Бородкина? Нет. Я решила соврать, когда меня спросили о фамилии, но техника сразу вычислила, что я говорю неправду. Ну что, у меня не получилось обмануть детектор лжи. Кстати, все сотрудники правоохранительных органов, прежде чем прийти на службу, проходят такое исследование. Только вопросы гораздо сложнее. Завершил программу праздничный концерт на набережной. И, кстати, праздник прошел без правонарушений. Ксения Бородкина, Евгений Агеев, Новости, ОТС. Мастера Руси собрались в Новосибирске. В парке у моря Обскова прошел последний летний фестиваль. Его участники смогли пройти по лабиринтам силы, научиться основам рукопашного боя и увидеть выступления народных коллективов. Что еще было в программе фестиваля, расскажет Екатерина Беленкова. Цветные палатки на лесной поляне недалеко от моря. Всюду слышны русские народные песни и звуки баяна. Все это – фестиваль мастера Руси. Больше 50 участников и сотни гостей. Это уже третий праздник народного рукоделия за последние два года. В первый раз было, допустим, около 15 мастеров, в второй раз около 30, сейчас уже больше 50. Ну и, соответственно, и людей привлекается гораздо больше. В основном гостями фестиваля были семейные пары с детьми. Все с удовольствием качались в колыбели здоровья, пробовали свои силы в борьбе, а некоторые прикоснулись к искусству рукопашного боя. Александр с 16 лет занимается этим видом боевого искусства. Говорит, что привлекла его простота применения приемов и их эффективность. Он преподает основы рукопашного боя для всех желающих. Женщины, да, то есть выходят на такие величины, мужчины уже не справляются. У женщин быстрее включается биоэнергетика, то есть, например, руки становятся активные. Женщины не осмелились попробовать побороть Александра, зато с удовольствием делали куколок из ткани и маленькие игрушки для детей. Специально для гостей фестиваля был построен такой лабиринт. По легенде, дойдя до дома, до середины, можно найти ответы на все интересующие тебя вопросы. Главное, правильно их задать. Лабиринт-2 – мужской и женский, по которым посетители с удовольствием бродили. Кто-то просто ради развлечения, а кто-то полностью погрузившись в себя. А в нескольких шагах – народные умельцы. Ирина приехала со своим ткацким станом. Многремизное, но самое вкусное, что ли, потому что там очень большое разнообразие. И все мои знакомые, кто-то уже освоил, я еще только на пути, кто-то тоже мечтает. К многоремизному ткачеству прямо все идут. Помимо активных способов отдыха на праздники можно было выпить стакан свежесваренного сбитня или кваса на лавочке у сцены, на которой выступали разные фольклорные певцы. Вечером для самых маленьких развернули кукольный театр. Екатерина Беленкова, Константин Менин. Новости ОТС. В Новосибирске прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Представители четырех отрядов МЧС поднимались по штурмовую лестницу, бежали стометровку с препятствиями и тушили огонь на время. Подробнее в сюжете Кристина Латта. Открытый кубок посвящен памяти мастера спорта СССР Владимира Ладыженского. В Зальцовском бору четыре команды действующих работников МЧС борются за звание лучших по Новосибирской области. Это финальный этап всех соревнований по итогам зимних и летних выступлений. Вроде как любители, спортсмены, они на самом деле работают, занимаются спасением людей, тушением пожаров. Но спорт для них является основной частью, которая необходима для подготовки, чтобы как можно лучше прийти всегда на помощь. Лучшее время на дистанции 100 метров 17 секунд. За это время пожарный должен перепрыгнуть забор, перебежать по бревну с рукавом и присоединить его к линии. Любая ошибка считается невыполнением задания и баллы за него уже не присуждают. Как вы видели, в финале сорвался. В принципе, все получалось. Единственное, с пятой ступеньки сорвался. На сотне тоже все получалось. В финале трак не соединил. Такое тоже бывает. Хорошо, что это случилось на этих соревнованиях, а не на каких-то важных. Допустим, на России. Последний этап – пожарная эстафета. Спортсменам нужно пробежать 400 метров с препятствиями и потушить огонь. Все выполняется на скорость. Можно быть в хорошей физической подготовке. Это такой технический сбой. И он приводит все на смарку. Ну, а так в основном, конечно, команда старается. Я стараюсь. Но стараемся как можно выше поняться. Спортсмены надеются, что когда-нибудь пожарно-прикладной спорт выйдет на уровень Олимпийских игр. А пока готовятся к следующему этапу – Кубку России в Курске, который будет проходить в середине сентября. Кристина Лата, Марина Шевченко, Сергей Жданов. Новости ОТС. Хоккеисты молодежной команды «Сибирские снайперы» стали лучшими на мемориале Александра Белосохова. В заключительном поединке турнира им необходимо было обыграть принципиального соперника – «Кузнецких медведей» из Новокузнецка. За ходом решающего матча следил наш корреспондент Константин Бухтатов. После первого поражения на турнире от «Снежных барсов» из Астаны новосибирцы, как оказалось, оправляются моментально. Доказательство тому – 3-0 к началу третьего периода игры с «Медведями» и очередной уверенный матч 18-летнего Шамиля Шмакова в воротах новосибирцев. Я думаю, выводы сделали правильные, раз победили. Поговорили с ребятами, объяснили им, что еще самое важное, что когда приходит болельщик, их важно удержать, потому что они пока поддерживают команду. Молодцы, спасибо им большое. И вот это очень ценно для нас, поэтому мы им это тоже подчеркнули и сегодня выходили с глазами. Все были заряжены, все играли как одно целое. Посещаемость игр вообще может войти в историю. Молодежные команды, предсезонный турнир, будние дни и стабильные 2-3 тысячи человек на трибунах. Хоккеисты отвечают уверенной игрой. Ярче остальных себя проявляет звено коротков лапин локтев. Из 16 шайб на турнире на счету этого звена 12, а в матче с «Кузней» 3, при итоговой победе 5-1. С одной стороны, это, конечно, плюс. Минус то, что пока нет второго звена. Мы будем искать сочетание. Мы еще будем работать над этим. Личные награды также собирают новосибирцы. Лучший вратарь Шамиль Шмаков, пропустивший за 120 минут игры всего однажды. Лучший снайпер турнира Никита Коротков, на счету которого 5 шайб в четырех матчах. Также Никиту признали и лучшим игроком мемориала. Турнир показал, что да, уже есть какие-то комбинации, какие-то, не знаю, уже ребята знают, кто куда поедет. Бросил шайбу, побежал, отдал пас на дальнюю, забили гол. Следующие этапы подготовки, товарищеские игры с красноярскими рысями и два матча с кузнецкими медведями, можно сказать, уже полюбившимся новосибирским спортсменам Ленинский-Кузнецком. Стартовые матчи сезона наша команда проведет 5 и 6 сентября. Константин Бухтатов, Константин Менин, Олег Сурков. Новости ОТС. И на этом пока все. Полная картина дня в итоговом выпуске новостей ОТС в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новости ОТС.